Если Jira замучил вас ошибками internal server error when rendering и прочими permission denied, то причин тому может быть несколько. Первая основная, какой-нибудь кривой плагин. К сожалению, тут универсальных рекомендаций дать нельзя, смотрите логи, отключайте по одному, ищите в общем. Но возможно и другая причина, нехватка памяти. Jira работает на Java, а такие приложения известны своей прожорливостью до памяти. Поскольку в моем случае Jira установлена на виртуальном сервере, то есть возможность поиграться с выделением ресурсов. Получились вот такие графики. Левый график показывает ситуацию, когда серверу Jira выделено всего полгигабайта оперативной памяти. Приложение сжирало его полностью и повисало. Правый же график иллюстрирует ситуацию, когда Jira выделили целых 2 гига оперативки. Сожрав положенные полгига, она запускала сборщик мусора, который вычищал из памяти ненужное. Объем используемой оперативки не превышал 1 гигабайт, а зависание и падение прекратились. Таким образом можно утверждать, что выделение сервера с Jira 2 гигов оперативной памяти позволяет держать объем полезных данных порядка полгигабайта без зависаний.